Ну что, это уже вошло в моду. Если на моей сковородочке жарится вкусненькая картошечка, то значит сегодня будет рыбалочка. В прошлый раз с картошечкой поймать не удалось, и вот я решил проверить. Может быть это плохая примета или какое-то истечение обстоятельств. Может быть все-таки картошка влияет на клев. Но сегодня мы должны поймать трофейного судака, окуня, щуку и жереха. Ну что, вот я и прибыл на реку. Места опять практически не найти. Но я вот расчехлил спиннинжочек, поставил эту свою хорошенькую катушечку. Взял вот коробочку. Сейчас думаю, хочу попробовать на резиночку покидать, половить. Вот. О, как раз она без этого. Блин, а где же эти штуки-то? А, вот я тут по пути в сельском магазине нашел эти джиг-головки. Купил две по 12, две по 14 грамм. Сейчас начиню и попробую вот тут покидать. Тут хотя бы есть подход. А там на том моем месте, где обрыв, какой-то мужик на удочку ловит. Справа от меня на двух крокодилов. Я не знаю, как он там с бугра спустился. Ну, я сейчас вот тут попробую походить. Травку, херавку. Вот, в общем, чехлюсь, а там уже посмотрим. Сейчас вон там, пока я вязался, был вообще нереальный всплеск. А в траве он был? Вон там, под деревом. Под деревом? Прямо, прямо около берега. Вот, около берега. Короче, я пока решил поставить вот ту, на какую я на оке жерехов ловил. Двух штук в том году. Вот. И флюрокарбоновый поводочек. Ну, кто-то мне писал. Диман, по-моему. Завтра мне обещал блесен привезти, целую кучу. Вот. Но я завтра, я не знаю, может быть, поеду в Михайлов рыбачить. Ну, и, короче, он говорил, что с поводком, блин, солнце, наверное, с поводком, короче, хуже икра и прочее. Но мне кажется, на джихать никак не влияет. Хвост, он есть хвост. Трясется и трясется. В общем, ладно. Камеру оставляю на берегу, своему оператору. Да, у меня теперь есть оператор. А сам пойду туда, если что, буду кричать. Все. Ни пух, ни пера. Так. В общем, что, прошел я там весь берег. Лазил-лазил по уха, бомбу и райкам. Эээ, ни поклевки. На удивление, травы вытащил только пару раз. И сейчас уже сюда подхожу, говорю, блин, даже не плещется. И дневоверный всплеск возле берега. Сейчас думаю сменить наживку. Не знаю, на что попробовать-то. Ну, вот эти легкие, мне кажется, для моего спиннинга. Ну, легвашка тут пока неуместна сейчас. Тут потому, что тут все в траве, но особо там не кинешь. Это я на завтра на Михайлов припасу. Из-за штудирую сегодня карту. Нет, подай, пожалуйста, водички. Из штудирую. А? 100 рублей. Я тебе дал 200. Угу. Вот думаю попробовать кастмастер. Опять же будут меня отговаривать. Одного я оторвал. Это вот опять же по совету подписчика. По-моему, даже все того же Дмитрия сказал, что с заводным кольцом хреново сказывается на его игру. А где вот это вот, подарочные? Вот сейчас попробую мне, говорят, вертушечку попробовать. Вот сейчас, не знаю, попробую бережки и вот эти вдоль травки поштудировать на эту вот вертушечку из посылочки от Николая. Так что вот, Колян, видишь? Сейчас прям с этими резинками буду пробовать. Ладно, шучу, сейчас их сниму, перевяжусь. Ну и скажу потом, что как будет по успехам, результатам. Солнце еще я жду, чтобы оно село, начало чуть-чуть смеркаться. И всплески пойдут дикие. Ну что, ребят, в общем, я весь собак ловил лонкосмастер. На вертушку сопротивляется, играет хорошо. Ну, я не знаю. Мне кажется, все-таки я вот, мне, я очень люблю предпочтение отдавать кислотным рыбкам. Вот на нее попробую. И место там нашел, мне нравится. Сейчас я спущусь даже вместе с вами туда, его покажу. А так вот там вон я ходил, везде, 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 есть подходики. Но вот сейчас время, часов у нас нет, но часов, вернее, 8. В общем, сейчас буду пробовать вот на эту хренопуталу. Все, пошел. Вот, все-таки хочу попробовать вот эту лягушку. Ну, вы видели в обзоре. Посмотрим, как она вообще будет двигаться. Вот, она не тонет. И, короче, надо почпохнуть, как поппер. Ну, сейчас посмотрим, как она летит. Ты отдалила? А? Блин, смотри, летит довольно-таки неплохо даже этим спиннингом. Блин, ну, короче, сейчас я лягушечкой почпоху чуть-чуть. А вдруг? Как я тут рекламирую-то, мало ли. А вдруг? Вот, студентов, практикантов навязали. Учу. Солнце уже село. Жерих ушел. Сом не подошел. Сон подошел. Сон подошел, да. Завтра поедем в Михайлов. Блин, наверное, ветер. Ну, в общем, вот, в Михайлов я так и не поехал. Я собирался в Михайлов ехать, а там подоемов нет, да. Вот приехал Диман. Уже постоянный. Подписывайтесь на канал. Да, постоянный клиент, подписчик, друг, товарищ. Выручает нас всегда. Вот привез мне в коллекцию очередной этой, как его сказать, фигни. Ну да, а что, ветер, я не знаю, наверное, так будет нормально. Кто-то говорил, что там палку надо, крокодил, думают, что я совсем там не разный. Да, да, да. Вот. У меня и вот теперь будет палка. А на сколько, кстати, метров? Два сладок. Нифига, да это можно спиннинг. Во, как раз будет спиннинг. На день рождения я его сейчас помою. Его не пырежу потом. Да, да, да. Вот, всякие финтиклюшки тут. Так что теперь ящик нужен. Так что теперь везите ящик. Везите ящик, да, да. Будем собирать целую коллекцию. Большой ящик. Ну ты что скажешь? Ну, я не знаю. Нигде не ездил, нигде не ловил пока. Ничего не ловится нифига. А тут травы на Аке дохерища. Да, там в Аке все у нас везде. Выловили сетями, сволочи. Что еще делать? Ну куда-нибудь надо ехать. Ну и вот, надо рекламу. Рекламу тебе. Да, рекламу. Вот, приходите учиться в автошколу Фрестиж. Ссылочки будут в описании. Да, да, да. Ссылки в описании. Научат в лучшем виде, да. Нажмите на колокольчик. И, кстати, да, кто к нему придет, тот сразу увидит пару-тройку рыбных мест. Заодно как-то обучение, плюс рыбалка. А он скажет специально, да. Да, с завозом трофеев на Якуз ТВ. Сюда вот, в эту скромную деревушку. В общем, ладно. Встретимся уже вечером на рыбалке в надежде поймать. Чего-ничего-нибудь хотя бы. Да. Хотя бы опыла. Да хоть чего-нибудь. Вот, блин, толстопузико, какого-нибудь. Вот, ребят, вчера шел весь день сильный дождь. И были кое-какие дела, не получилось идти. Поэтому рыбалка отложилась на сегодня. Еще я сваргали лудочку, собрал. Вот. А сейчас пока завтракаем. Подготовимся вот на сале. На домашнем сале. Свежем. Жарим яичинку. Вот, компотик сварили. Вот. С колбаской. С сырком. С помидорчиком. И яички. Жалко, конечно, что не деревенские. Так я деревенские люблю вообще пить по утрам. С солью, с хлебом, с черным. Но пока такие. Но. Деревенских пока нет возможности. Не знаю, сейчас что-то. Не особо-то их легко найти. А где и можно найти еще на дуре. Там вот продают, а сколько они у них лежат. Так что. В общем, готовим яичинку. Готовимся. Надеемся, что сегодня будет получше. Сегодня время побольше. Уделим рыбалочке. Ну а сегодня у нас завтра у нас троица. Перед троицей всегда отмечается родительская суббота. Это вот сегодня. У кого так случилось, что их нет, то светлая им память. Поминальная суббота. Но у кого они есть, дай бог им здоровья. Спасибо им и слава богу за все. Лучше помолчи, раз нечего сказать. А родителей своих ты злобы не дай. Может, ты прав, но только пойми. Они дали нам шанс увидеть этот мир. Сквозь боли, сквозь слезы пройдем и еду в жизнь. Ты за нее держись. И не ругай судьбу. Я знаю, что можно, расплакавшись, уйти. Но от судьбы уйти не удастся никому. Тебе дан урон, и ты его пойми. Он дается в жизни один лишь только раз. Потеряешь их, потом не говори. Как бы я хотел вернуть бы все сейчас. Сквозь боли, сквозь слезы пройдем мы эту жизнь. Ты за нее держись. И не ругай судьбу. Я знаю, что можно, расплакавшись, уйти. Но от судьбы уйти не удастся никому. Оглянись назад, что ты увидишь там. Только лишь в моменте, что прожит ты давно. Отвинил ты всех, как сложно тебе жить. Ну а кто сказал, что будет легко? Сквозь боли, сквозь слезы пройдем мы эту жизнь. Ты за нее держись. И не ругай судьбу. Я знаю, что можно, расплакавшись, уйти. Но от судьбы уйти не удастся никому. Сквозь боли, сквозь слезы пройдем мы эту жизнь. Ты за нее держись. И не ругай судьбу. Я знаю, что можно, расплакавшись, уйти. Но от судьбы уйти не удастся никому. Так, ну что, в общем, время сейчас около 7 или 8. Ну где-то около 7 часов нет. Вот пришел, здесь сейчас мужик не ловит. Все-таки я не знаю почему, но меня тянет на обрыв. Вот на этот вот. Мне кажется, в яме что-то должно втюхаться. Пока тишина. Река, вот смотрите, какая тихая, спокойная. Вчера лил дождь. Вот, одел этого кислотного. Не знаю, вот, ну нравятся мне эти виброхвосты. В общем, сейчас попробую, как и хотел. Задуманное, так сказать, реализовать в жизни. Посмотрим. Не знаю, получше туда дойти. Нет, все спиннингисты советуют вот мне на остров. Но я не знаю, как мне кажется, что это вон тот же остров. Вот, напишите мне там в комментариях. Вот он, этот самый, вот этот вот остров, да. И мне кажется, там вправо куда-то еще уход есть. Или же нету. И вот там Александр вот, мне сказал, чтобы в забродниках идти, либо на мысах пробовать ловить. Это это место, о каком мы говорили, или что-то другое. Я потому что сам тут как бы не местный. Я впервые здесь ловлю, только изведаю, пока хожу, борозжу места. Ну ладно, пробуем. Надеемся, что сегодня хоть чуть-чуть повезет. Хотя бы сход увидим. Вот они, парики. Прямо практически один за одним плывут вот такие вот сгустки травы. То есть, я не знаю, почему. Я давно, практически, я и никогда не видел на оке вот так, чтобы столько травы было, и она куда-то плывет, сплавляется. Почему она наросла, не знаю. Вот буй. Красный буй, это кмели. Белый буй к глубине. Там уже начинается вообще полная коса. Но я туда ходил в предыдущих сериях. Блин, ребят, вот сейчас одел блесну, вертушечку. Это из посылки Коляна. Вот. И, короче, уже вот тут вот верчу. Дай-ка попробую, как она летает. Летает, кстати, офигенно. Ну, нормально для этого спиннинг. И прям за ней, прям ее поцеловал в крючочек, вот такой вот окунечек. Ну, уже было бы кое-что. Блин, вертушки, может, сейчас и подействовать. Сейчас пойду травку прохерму. Вот, решил сменить вертушечку. Более потяжелее она чуть-то. Слишком поверху плывет. И такой вот лепесток у нее длинный, что вот я в травке там ходил тоже. Но вот для пры она будет самая тот. Для айки не знаю. Сейчас вот это тоже первый раз одеваюсь. Все оттуда, с посылки. Попробую, посмотрим. В общем, ходил сейчас туда, в мель, нашел там тоже места. Вот сейчас хочу пузача этого испытать. То я его кидал напрямую, там вода она такая красная, и я так и не понял, как же он там играет. Сейчас хочу попробовать. Мало ли на него что-то не зайдет. Но что-то всплесков сегодня, кстати, вообще нет. Вот на удивление, вот ни разу. Сколько мы уж тут, минут 40, да? Ни одного всплеска вообще не было. Вот видел только одного палечного окунька. Все. Ну, сейчас, я думаю, к 8, вот так, до полдевят, до девяти мы собирались половить. Посмотрим. Обычные вот пишут, говорят, что с 8 выходит. Там, кстати, на острове тоже людей, там, 2 человека всего. Может, суббота отдыхают, может, перемена давления какого-то. Ну, у меня всегда давление, куда бы я не приехал. Вот он, а пузачий этот, он, короче, он этот. Блин, как хочу вам показать, то у меня что-нибудь запутается, сука. То что-нибудь оторвется. Ну, он, короче, типа, как подраненная рыба. Чем сильнее крутишь, он углубляется туда в дно. Ну, я не знаю, я что-то на воблеры никогда никого не поймал. Ну, либо у меня такие воблеры. Это воблер пузач от Романа Капитана. Роману Капитану привет на катере. Жду предложений, когда поплывем на катере. Вон он, пузач, как играет. Сейчас еще других воблерков поиспытываю, пока до 8 часов время есть, когда самый ажиотаж клевный начнется. Его можно прям так приспустить, раз, он, и как типа подраненную рыбку такую имитировать. Ну, сейчас еще метну раза три и поменяю. Вот как красиво переходы такие. Слияние течений. Может, там стоит какая-нибудь на ручейке на этом. К бую дошел. Ну, тут вот везде трава. Сейчас туда покидаю. Блин, вот сейчас только что был сход. Прям уже вот здесь вот у берега такой небольшой-небольшой щурочек. Прям вот уже на выходе. Прям тут-дук-дук-дук-дук-дук и все. Даже не схватить, не успел, вытащил. Ну, что, ребят, вот уже следующего дня пришло время почти 9. Сегодня у бабушки день рождения было. Раньше не получилось, ездили поздравить. Вот, и в связи с этим передаю привет Ричарду из Америки, дедушке, подписчику, доброжелательному человеку здоровья и привет. Вот, сейчас попробую на вот такой виброхвост. Сейчас мужик прошел, говорит, минут 15 тут на удочку ловил, сходил домой за спиннингом. Судачка небольшого поймал и окушка. А на резинку, говорит, чуть тишина. Все, попробую и пойду туда до острова, пока не стемнело. Все-таки, вот видите, как вам за старание. Уже четвертый день или пятый уже вам видео снимаю, никак поймать не могу, открыть сезон. Так что за старание, лайк хотя бы. Вот, смотри, какая фигня на воде началась. Никто не знает, что это может быть такое. Это же рыба какая-то. Че это, или мелочь. Ну, комарья нету, мушки нету, надо водой. Ну, что-то вот какие-то такие вот странные штуки. А я пока стою, гоняю. Во. Сплески начинаются уже. Там, вон, рыбак. В общем, вот так. Надеемся, стараемся. Я думаю, можешь колебалку попробовать, желтую поставить. Сейчас вроде бы стемнело. Желтую, белую. Ну, короче, пробую. Но уже начинаются всплески. Время 10-й час. Сейчас вот там вот были под этим, под коряшками всплески. Ловлю вот на такой воблер. Вот плаваю с черной спинкой, как вьюн какой-то. Ну, хрен знает. Влески стали утихать. Лягушки расквакались. Одни левушки прыгают, но там плещутся. Не знаю, пойду туда, заберусь, попробую. Что-то глухо. Блин, вон левухи под ногами. Время близится к ночи. Полнолуние. Страшный рев с лягушек стоит. Всплески начинают проявляться. Но я уже ни хрена не вижу. Стою, даже не видно, на чем я стою. Где-то уже в рясе, в тине и в трясине. Вот, поставил виброхвост тот удачный. Ну, что-то он пока вообще неудачный. Ну, не знаю. Если что, буду вам просто рассказывать. Оставайтесь на линии. Блин, ни хрена не видно. Сука, не вытянуйся, залетела, блядь. Камера сдохнет. Сука, вот говорил на камеру. Никто не собрался. Блядь. 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 Сука, мать. Фрикцион. Все, жопа. Все. Ушла. Месяц этим. И фрикциону хана. Блин. За ветку захерачилась. Через ветку. Там в сучках, в коряге. И, короче, все. Херачила, херачила. Никак не мог перехлестнуть. И берег я подойти не могу. И все. И, короче, раз. Натянула. И на, короче. Ну, она через ветку леска перехерачилась. И на отрыв. Все. Открыл сезон, сука. И поводок ушел. И любимый виброхвост. Манду.